Нужно, в первую очередь, естественным образом, одухотворять свой ум, разум и пытаться жить в обществе одухотворённых людей. То есть общение. Самое главное – общение. И постепенно, постепенно, не нужно думать, что год-два я послужу, 10 лет послужу и всё, как бы от всего избавиться. Нет, потом просто со временем вообще начинают влазить такие вещи, которые думаешь вообще, откуда мне вовне это всё взялось, как бы. Но это живёт где-то там внутри. Вот какие-то желания такие скрытые, там ещё что-то. Но постепенно мантра, она как вот, как антивирус, она сжигает все семена желаний, все желания. То есть постепенно, постепенно карма, она… Просто нам говорят, что когда мы получаем инициацию, карма, она останавливается. Она не так, что она останавливается, она взяла и остановилась. Это подобно тому, как нам приводят пример, выдернули, ну, пропеллер крутится, из розетки выдернули шнур. Но он какое-то время ещё будет крутиться, но это не значит, что он будет столько же времени крутиться, как обычный пропеллер. Может карма крутиться ещё, докручиваться там 20-30 лет, там сколько, может даже несколько жизней докрутиться. Потому что кто знает, что мы в этой, ну, во-первых, мы в этой жизни кучу дел натворили, что мы в прошлых жизнях творили. Вот, поэтому, ну, всё очень специфически. И, ну, единственная надежда – это предаться Господу просто. Ну, с одной стороны, карма крутится, а с другой стороны, ещё и лива Господа параллельно происходит. То есть если мы научимся видеть во всём ливу Господа, во всём волю Господа, тогда нам будет… Мы же не отреченцы, и наши там какие-то желания мы можем ещё и одухотворить, на самом деле. Если сможем. То есть у нас есть там желание какое-то, ну, скажем, иметь машину хорошую, да, ну, к примеру. Вот. В принципе, ну, можно сказать, что это материальное желание. А с другой стороны, машину можно задействовать в служении же, правильно, там, ездить, проповедовать, к примеру, там, книжки развозить, там, ещё что-то делать, просад развозить. То есть кучу-кучу, много чего можно делать. И на хорошей машине это делать, ну, более удобно, чем, скажем, на какой-то убитой. Вот. Поэтому всегда можно, ну… Мы всегда говорим, есть идеал, есть наше положение, есть наша работа в сторону идеала. То есть и это… Это жизнь просто. Вот мы живём, работаем с этим, заключаем всякие компромиссы. Вот. Ну, постепенно-постепенно компромиссов становится всё меньше и меньше. Мы учимся жить без компромиссов, безкомпромиссно предаваться, безкомпромиссно служить. Ничего не использовать для себя, всё используют для Господа. И тогда, с этой точки зрения, чтобы к нам не приходило какие-то там, ну, казалось бы, материальные блага. Да. Ну, Сидар Махарад очень много приводит таких примеров. Он говорит, что, ну, с нешей точки зрения, может показаться, что преданные, они, ну, живут, как обычные люди. Тоже едят, тоже наслаждаются, тоже спят, там, тоже чем-то, ну, занимаются. Но просто вопрос всегда стоит не, что делают, а для чего. То есть если всё это используется для служения Господу, тогда всё гармонизируется, всё приходит в гармонию. А если это используется для себя, для удобства какого-то своего тела, для удовольствия тела, тогда всё становится отвратительным и деградирует. Кстати, сегодня явление Шипадо Шинкарачария, ну, считается, что он основатель философии Майвады, то есть философии, которая обосновывает наше желание быть Богом. В принципе, её так трактует, но вот здесь сегодня, ну, в первую очередь, Шинкарачария, нужно понять, он инкарнация Господа Шивы. И Господь, ну, он просил его прийти в этот мир, как Шинкарачария, и дать людям эту философию для того, чтобы отделить особо больных от небольных. Но фактически начало философии было направлено на разрушение иллюзий об этом материальном мире. И вот приведено несколько шлок сегодня, который написал Шипад Шинкарачария Прабун. Называется «Молот, разрушающий иллюзии». Служи, Говинди, служи, Говинди, служи, Говинди, Огупес, Мудха Джахи Хи Джанагама Тришнам, Курусат Будхим Манаси Витришнам, Ялабхаси Ниджакармо Паттам, Виттам Тена Винадая Читтам. Оглупец, откажись от стремления к накоплению богатств. Будь добродетелен и свободен от желаний в своем уме. Смирись с тем, что все богатство, которое приходит к тебе в жизни, есть результат твоей прошлой деятельности кармы. Увидев грудь и талию красивой женщины, не погружаясь в иллюзию, это всего лишь преобразование мяса, жира и того подобного, осознавая это в своем уме снова и снова. Жизнь в материальном мире не вечна, она подобна капле воды на листке лотоса, зная, что в мире господствуют болезни, гордость и горе. Когда ты можешь заработать богатство, тогда твои товарищи присоединяются к тебе. Но когда твое тело станет славом от старости, никто не спросит о твоем благополучии, даже твои родные. Пока ты дышишь, твои компаньоны интересуются твоим благополучием. Но когда твоя душа покинет тело, даже твоя жена будет страшиться его. Дитя увлечено играми, юноша прекрасной девушкой, старик тоже поглощен какими-то заботами, но никто не интересуется тем, как достичь Абсолюта. Кто твоя жена, кто твой сын? Непостижимый пути мира сего. Чей ты? Кто ты? Откуда ты пришел? Подумай об этом, брат мой. Общение с добродетельными людьми дарует отречение. Отречение дарует свободу от иллюзий. Свобода от иллюзий приносит состояние покоя, а за ним приходит освобождение. Когда приходит молодость, разве вожделение может доставить радость? Когда вода испаряется, что остается от озера? Когда ты потерял богатство, что станет с твоей семьей? Когда ты познал истину, разве тебя может привлекать в материальный мир? Не гордись богатством, друзьями и юностью, время отнимет их у тебя. Все это иллюзия, оставь все это, позная природу Абсолюта и войди в обитель Всевышнего. День и ночь, сумерки, рассвет, зима и весна приходят и уходят. Время ведет свою игру, жизнь проходит, а человек все гоним ветром желаний. Эти двенадцать четырестейшие Мохамудгара с Тотром известны как Двадаша Манджарика с Тотром и являются первыми двенадцатью стихами сочинения известного как Баджа Говинда. Понятно? Мы осознаем, что все это иллюзия. Мы не будем стремиться удовлетворять свои желания. Вообще иллюзия, нужно понять, что иллюзор не сам материальный мир. Иллюзорно то, как мы относимся к нему. То есть пока мы считаем, что этот мир предназначен для нашего наслаждения, мы будем в иллюзии и будем страдать за это. Потому что мы будем все время бежать за трансформагорией. И, соответственно, сначала будет счастье, а потом горе. Поэтому, но если использовать этот мир для служения Господу, то весь этот мир может быть трансцендентом. Абсолютно весь. Продолжение следует...